Здарова, друзья! В то время как Вербл рассказывает агенту ФБР запутанную и очень сложную историю, Кин сознаётся, что всех их заставили пахать на Кайзера Созе, мифического преступника, который действует исключительно через посредников, и так искусно заметает следы, что многие верят, будто его вообще не существует. Так чем же на самом деле закончилась история подозрительных лиц? И существует ли Кайзер Созе на самом деле? Меня зовут Иван Пятовский, и вы смотрите канал Последний Киногерой. Чтобы в полной мере понять концовку, давайте вспомним события фильма. Всё начинается с того, что некто Кайзер Созе убивает раненого Китона, а затем поджигает корабль. Вся последующая линия фильма посвящена разгадке предысторий, которая привела к этой конкретной сцене и раскрытию истинной личности Кайзера Созе. Как мы узнаём из последующих сцен, после взрыва на пирсе было найдено 27 тел. Выжили только двое. Сильно обгоревший венгерский мигрант, который медленно приходит в сознание в больнице, и полупарализованный мошенник по имени Вёрбал, которого допрашивает агент Куджен. По указанию окружного прокурора, Вёрбала должны отпустить в обмен на содействие в расследовании. Большая часть фильма состоит из его воспоминаний, представленных в виде флэшбэков. По словам Вёрбала, однажды его вызвали в полицейский участок в качестве одного из статистов на опознании. Четверо других статистов с уголовным прошлым, которые участвовали в опознании помимо него, были помещены на ночь в одной камере. Вместе они придумали план ограбления. Друзья, подписывайтесь на WhiteShot, мой второй канал о кино. В переводе с английского WhiteShot означает «общий план». И не даром, ведь каждый уважающий себя киноман найдёт там видео по душе. Тут вам и удалённые сцены из Крёстного Отца, редкие удалёнки из схватки, сравнение реальных людей и актёров и многое-многое другое. Заходите, смотрите, пишите своё мнение в комментариях. WhiteShot. Ссылка в описании. Вместе они придумали план ограбления. Дин Китон, бывший полицейский, когда-то уличённый в грязных делишках, а теперь с трудом старающийся начать законный бизнес, выступает в роли неофициального главаря банды. Спустя какое-то время объявляется адвокат по имени Кабояши, требующий от команды подрывать судно, набитое коксом. Кабояши шантажируют Пятёрку, дав им подробное досье на них самих и на их близких, и угрожает жестокой расправой со стороны своего босса, овеянного легендами турецкого гангстера Кайзера Созе. Все пятеро в своё время перешли дорогу Кайзеру, саботируя мелкие операции, и теперь они в неоплатном долгу. Близится ночь набега. Трое подельников идут на корабль, а Вербл остаётся на стрёме. Одного из налётчиков убивают возле автомобиля с налом, другому всаживают нож в спину, а в Китона кто-то стреляет с верхней палубы. Калека становится случайным свидетелем сцены убийства Китона, с которой и начался фильм. Как выясняется, дурь была лишь прикрытием, а реальной целью Кайзера было устранить важного свидетеля, способного вывести полицию на его след. Сотрудник полиции убеждён, что Кайзер и Китон – это одно и то же лицо. Агент занимался расследованием грязного прошлого Китона и в курсе, что однажды Китону удалось подстроить собственную кончину. Агент поясняет шокированному Вербалу, что тот стал жертвой манипуляций и что перестрелка была спланирована Китоном с одной лишь целью – сделать Вербала свидетелем, который сможет убедить полицию в его смерти. В шоке от услышанного героя рассказа выпускают на свободу, и агент докладывает о своих подозрениях вышестоящему начальству. Агент бросает взгляд на доску с именами разыскиваемых преступников и замечает там названия всех мест, о которых Вербал упоминал в своём рассказе. От потрясения он роняет чашку с кофе. Она падает на пол и разбивается. На одном из осколков красуется название японского производителя керамики Кабояши. Агент вспоминает, что Калека не стал напрямую сообщать ему ни о Кайзере, ни о том, что на корабле не оказалось дури. Он выудил из него эти сведения самостоятельно. Между тем приходит факс из полиции с фотороботом Кайзера Созе, составленный со слов раненого венгерского нелегала. Без вопросов Вербал – это Кайзер, и вся его история выдумана в этой самой комнате, на основе предметов, которые он видел мельком. В момент, когда агент бросается на улицу, мнимый Калека уже скрылся. Сделав несколько шагов, пугливый неудачник Вербал превращается в уверенного в себе мужчину с волевым властным выражением лица. Болезнь исчезает, и он уверенно прикуривает сигарету, той самой зажигалкой, которая была в руках Кайзера в самом начале фильма. Он запрыгивает в машину, за рулём которой сидит человек, представленный в его рассказе как Кабояши, и уносится прочь. Итак, теперь, когда мы знаем сюжет, пришло время ответить на главный вопрос. Было ли правдой то, что Вербал рассказал агенту ФБР? И если да, то почему тот факт, что Вербал выдумал все эти имена, заставил агента понять, что Вербал – это СОЗы? Опознание в полицейском участке действительно имело место, так как полицейские в курсе. Нам известно, что это произошло, и, вероятно, так, как мы это видели. Тем не менее, разговор в камере вызывает определённые вопросы. Считается, что Вербал специально собрал их всех в участке, чтобы потом объединить для решения поставленной задачи. Помните, все пятеро перешли дорогу Кайзеру, и теперь они в неоплатном долгу. На допросе Вербал клянётся, что это Макманус предлагает работу. Но что, если именно Вербал сделал это предложение? СОЗы не дурак, и он понимает, что агент настолько ослеплён своей ненавистью Киттену, что его можно легко обвести вокруг пальца. И поэтому Кинт меняет свои показания. Говоря эти строки, Куджин в точности отражает то, что только что провернул с ним Вербал. В фильме есть одна любопытная сцена, где Куджин стоит за спиной Вербала и не видит его лица, в то время как мы, напротив, видим всё крупным планом. Куджин продолжает во всём обвинять Киттена, потому что сам хочет верить в эту легенду. И в то же время на лице персонажа Кевина Спейси появляется лёгкая улыбка. Однако улыбка пропадает, как только агент бросает взгляд на Вербала. Дело вот в чём. Есть конкретные события, которые Созе абсолютно не в силах сфабриковать, как бы сильно ему этого не хотелось. Например, опознание в полицейском участке, перелёты по стране или, например, их первое совместное задание. В первом случае очевидцами выступят копы, в случае с перелётом – документы или билеты, а в случае с налётом – обычные зеваки. Там, где есть конкретные доказательства, у Кайзера связаны руки, но там, где доказательствами являются его показания, он получает полный карт-бланш. Проще говоря, если есть свидетели, Созе повторяет сказанное последними. Если свидетелей нет, Кайзер фабрикует всё, что считает нужным. Возникает логичный вопрос. Если Кайзер так мастерски лжёт и манипулирует людьми, неужели Кайзер всё это время выдавал себя за Вербала? Неужели Калека действительно существовал, а Кайзер ворвался и украл его имя в центре событий? Или же никакого Вербала никогда не было? Как нам известно, Вербал придумал несколько нереальных имён и названий, но в основном его рассказ – правда. Об этом можно судить по полицейским отчётам и реакции агента, когда перед его глазами пронеслись недавние события во время внезапного откровения. Думаю, он выдумал фамилию Кабояши, чтобы защитить своего подельника, поскольку мы видим, что он также выдумал Редфута, одолжив это имя в офисе агента во время допроса. В остальном, все события носили правдивый характер. Что ж, мы знаем, что Вербал был частью криминального мира в течение какого-то времени. Полицейские знали о нём, как и преступники, участвовавшие в опознании. Полиция не могла просто пригласить какого-то рандомного парня с чистой репутацией. Разумеется, у полиции должны были быть фотографии и личное дело Вербала, что ещё раз доказывает, что он не вчера родился. В таком деле недостаточно придумать себе биографию. Необходимо завоевать доверие других преступников. А на это требуется время. Например, агенту Джо Пистуны под псевдонимом Донни Браско потребовалось больше года на этом этапе. А значит, Созе всё-таки с самого начала был Вербалом. Если этого вам мало, вот ещё один факт, который подтверждает мою теорию. Кайзер Турак. И в переводе с турецкого его фамилия означает почти то же самое, что и Вербал. Много говорить. В финальной сцене мы наблюдаем, как калека на наших глазах оправляется от болезни. И вскоре к нему подъезжает машина, за рулём которой сидит уже знакомый нам Кабояши. Вместе они скрываются с наших глаз и глаз полиции. Очередное зло сходит с рук Кайзеру Созе, дьяволу воплоти которого никогда не существовало. Продолжение следует...